МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". На интере подробности обо всех сегодняшних событиях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Теракты, интриги, протесты и мусорники. Женчужину коломутят. Луганск. Без георгиевских ленточек, триколоров и признаний в любви к России. Десять дней внутри ИГИЛа. Насколько опасна и масштабна эта организация. Рассказ журналиста. Крымская эпопея. Семьи украинских офицеров, которые остались верны присяге во время оккупации Крыма, теперь за это расплачиваются квартирами. Как устраивают облавы сотрудники ФСБ, подробнее Юлия Крючкова. С вещами на выход. В Симферополе, в квартиры, где проживают родственники украинских офицеров, зачастили делегации сразу по 10 человек. Российские военные, полиция и люди в гражданском. Требуют, чтобы семьи украинских военнослужащих освободили жилплощадь. У меня совершенно летний ребенок. У меня, говорю, мать инвалид второй группы. Притом она еще является вдовой ветерана войны. Куда должна выезжать? На улицу? У меня уже выбрасывают как котенка, просто на улицу. Но никакие аргументы никого не волнуют. И никаких документов, например, решение суда о выселении не предъявляют. Мы прописаны, у нас есть документы на квартиру. У меня трое детей. Сына возникает проблема и страх, что кто-то придет, или мы придем, и квартира будет просто вскрытой. С ноября месяца это творится. Дочери угрожают уже по телефону. То месяц давали, то два. Приходим, квартира опечатана. Уже мы вселились, как бы сорвали это, зашли в квартиру. Они теперь говорят, вы нарушили закон. Какой мы закон зарушили? Семьям военных дали неделю на добровольное выселение. Это не единичный случай. Тоже происходит и в Севастополе. Там выселяют родню украинских моряков, которые несут службу, кто в Одессе, а кто и в зоне АТО. Куча моих коллег, которые уже проживают, то есть на моих соседей, то есть на моих товарищей. Так само приходят и комиссии. То есть есть факты, когда по-варварски срезают двери, срезают замки. Ничего не поясняют даже, допустим, не оставляя никаких документов. В таких случаях, допустим, насколько я знаю, допустим, порядка 15 случаев, то есть только по Симферополю и другим городам Крыма. В штабе ВМС Украины в Одессе говорят, повлиять на ситуацию не могут. Пока собирают информацию и докладывают в Минобороны. Родственники украинских военных будут искать защиту в судах или на материке в Украине. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, подробности, телеканал Интер, Крым. Одесса, новые теракты, интриги в руководстве области, протесты и мусорные баки. Обо всем подробнее Андрей Анастасов. Давайте, пожалуйста, давайте, что ты сдох. Эту опору, блин, отправлю к Путину по кускам. Вот так одесситы-майдановцы встречали сегодня депутатов, пришедших на сессию горсовета. Точнее, депутатов от пророссийски настроенной партии Родина. Вмешалась милиция, завязалась потасовка. Главное требование митингующих депутаты не должны принимать решение о разработке детальных планов территорий города без утверждения нового генплана Одессы. Мол, начнется строительный дерибан. То, что предполагал дерибас и девалан, то есть это все рушится, а появляется какая-то хаотичная, какая-то колхозная застройка. Мэр Одессы, в свою очередь, назвал общественников заангажированными и вынес вопрос на голосование. Депутаты проголосовали за. Я считаю, что это политические действия, направленные на то, чтобы в городе ничего не строилось, но бюджет города не пополнялся. Самое легкое обвинение, чтобы просто опорочить людей несогласных, обвинить их в том, что они политически заангажированы и проплачены. Другие, но уже кулуарные баталии разворачиваются на уровне руководства области. Напомню, накануне председателем облсовета был избран Михаил Шмушкович, которого, в общем-то, не очень хотел видеть в этом кресле местный губернатор. Эксперты говорят, возможна конфронтация. И вот тут важно, сможет ли Шмушкович заручиться поддержкой большинства депутатов облсовета. Второй вопрос, насколько долго Игорь Петрович будет оставаться губернатором, потому что губернатор в должность назначаемая и сменяемая президентом, а Михаил Шмушкович все-таки ближе к Петру Алексеевичу, чем Игорь Петрович. И что уже, увы, стало неудивительным в Одессе, взрывы. На этот раз сразу два. Первый прогремел вчера вечером в центре города возле штаба местных активистов Майдана. Под машину подбросили взрыв-пакет. Вторую бомбу сегодня утром на окраине Одессы неизвестные установили под товарным составом, перевозившим уголь. Взрыв прогремел, но вагоны с рельсов не сошли, только повреждены бетонные шпалы. В обоих случаях пострадавших нет, происшествие расследуется как террористический акт. Связаны ли они между собой, это дело рук одних и тех же исполнителей, вопрос. Андрей Анастасов, Игорь Михамошин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Днем чиновники и ученые, ночью бойцы. Кто они и чем занимаются в свободное от работы время, расскажет Сергей Бордежа. На работе Максим Остапенко, большой начальник подчинений десятки научных сотрудников. Он директор национального заповедника Хортица. Достается в основном большее количество проблем, связанных с администрированием, с финансированием. Сотни научных работ. Это и реставрация древних артефактов, и раскопки, и подводные археологические экспедиции. Но вот уже 9 месяцев они примеряют на себя непривычные акваланги. Очень схоже с компенсаторами подводного оборудования, то, что было задействовано при подводных работах. Вне работы эти люди, бойцы Хортицкого полка, вооружаются и заступают на боевое дежурство. Помогают военным и милиции проверять на блокпостах транзитный автотранспорт и задерживать тех, у кого оружие незаконно. Самооборона Запорожья. Можно ваше документы. Физически осмотреть каждую машину нереально, и спрятать можно что угодно. Но глаза человека, его поведение, его интонация, то, как он себя ведет, это то, что человек не может спрятать. Ночное дежурство у добровольцев расписано по часам. Кто-то на посту, кто-то бодрствует. И так до утра, пока не приходит время снять униформу и снова в заповедник. В стране идет война, поэтому приходится делать массу вещей, которые совершенно не свойственны, и которыми никогда раньше не занимались. В противной ситуации мы просто можем перестать существовать как государство. Они по Кеннеди думают о том, что могут дать стране, а не наоборот, что страна может им дать. Хорошо, если даст потом и что-то заслуженное. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, телеканал Интер, Запорожская область. Террористы на Востоке сегодня 25 раз атаковали наши позиции. На связи со студией Ярослав Кречко. Слава, здравствуй. Как прошел этот день сегодня? Расскажи подробности. Да, Наташа, добрый вечер. За последние сутки провокации террористов увеличились вдвое. Стреляли в районе Донецкого аэропорта Дебальцево. В частности, за Углегорском. По словам наших военных, у террористов стоят артиллерийские установки, с которых и могут обстреливать наших бойцов в районе Дебальцево. От украинских позиций, на которых мы сегодня были, до позиций боевиков меньше километра. Наши бойцы и боевики пока наблюдают друг за другом, не стреляют. У них идет ротация сейчас. И заезжают молодые по контракту россияне. Ну, немецкие. Мы сейчас подстерегаем. Стреляют они постоянно, но просто что нас не трогают. Стреляют в других направлениях, в основном между собой. Большинство бойцов, с которыми мы сегодня разговаривали на фронте уже полгода, и теплых вещей, и продуктов сейчас у них достаточно. В блиндажах тепло, есть печки, буржуйки. У нас волонтеров всем кормят. А нас ждем додому, когда ротается. Тепло все. Буржуйка. Буржуйка наша тепло. Так сами бочите. Жить можно. Хочу сказать, что я живу, и все нормально. Скоро будет дома. В самом Углегорске обстановка типичная для городка на линии фронта. Молодежь выехала, остались в основном старики. Жалуются, нет пенсии, есть проблемы с продуктами. Говорят, если бы не помощь наших военных и волонтеров, выжить вообще было бы очень сложно. И сегодня вот в Углегорске мы как раз встретили машину волонтеров, и помощь привезли из Ривненской области. Забрали гроши, приехали в Славянск, закупили товары. Десь на 500 пакетов мы имеем макароны, олия, консервы, печь его, и там сахар есть, все. Слава тебе, Господи, все у нас хорошо. Мы живы, целы. Ребята у нас охраняют. Наташа, у меня пока все. Спасибо, Слава. Ярослав Кречко из зоны АТО. И о том, как прошел день в Мариуполе, узнаем от Эльвина Сидбулаева. Она также с нами на связи. Эля, здравствуй. Вас сегодня снова было неспокойно. Расскажи, что произошло. Да, Наташа, сегодня утром неизвестные обстреляли на ряд милиционеров, охранявших мост. Это единственный путь между двумя районами, Акженикинский и Ильичевский. Огонь открыли со стороны поля, это недалеко от Сартаны. Пули попали не в мост, а в бетонное ограждение. Местные правоохранители усиливают охрану спецобъектов. На базе Мариуполя проводились специальные учения, связанные опять-таки с выявлением взрыва опасных веществ, которые могут находиться под мостами, около мостов, около этих специальных объектов. Отрабатывалась тактика действий. А вот на передовой боевики очередной раз обстреляли наши позиции из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Это недалеко от села Николаевка. Мы были на одной из линий нашей обороны, там стоят танкисты. И вот что они говорят. Волонтеры помогают украинским военным, а они в свою очередь местному населению. И сегодня, например, привезли продукты детям одной из школ в Донецкой области. Там учатся дети из оккупированной территории. У нас было приезжало сюда 16 человек детей, но сейчас уже 6 поехало. Ну, поехали, где у кого там наладилась ситуация. А вот у нас дети даже есть, попасно, ось приезжали недавно. И вот солдаты нам привезли допомогу. Мы их обуле одели. Я хочу, чтобы скорее война закончилась. И мы могли вернуться в Донецк. Чтобы никто не погиб. Чтобы никто ничего не разрушил. На этом у меня все. Наташа. Спасибо, Эля. Ивина Сидбалаева была с нами на связи из Мариуполя. О том, что происходит в оккупированных городах, как там живут люди, рассказывают они сами. Мы дозваниваемся до них не первый месяц. И те, с кем мы общаемся, к сожалению, очень далеки от предновогоднего веселья. Давайте послушаем Луганск и Донецк. Луганск и Донецк. В общем, запада слышны громкие выстрелы. Это не пулеметные очереди, это, скорее всего, тяжелая техника, возможно, даже артиллерия. То есть обстановка вокруг города нагаряется. Никаких комментариев от нынешней власти нет абсолютно. Но ведутся бои. Сегодня в городе проходил митинг. 7 тысяч людей, по данным горосполкома, пришло на митинг. В честь экономической блокады Луганска, Донбасса. Вышло очень много пенсионеров, работников, которые остались без работы, без пенсий. И все очень сильно просили Киев принять решение и не сделать блокады, не экономической, выплатить пенсии. Чем закончится, скорее всего, очевидно, что это никуда дальше Луганска не пойдет. Никто этого не покажет, никто это не расскажет. Нет, мы покажем, как выглядел этот митинг уже без георгиевских ленточек, российских триколоров и скандирований «Россия, Россия». Жители Луганска, которые находятся под контролем террористов, просят украинское правительство возобновить выплату пенсии и социальных пособий. Лица у людей и даже детей, к сожалению, печальные. В руках флажки с надписями «Луганщине мир» и плакаты «Нет блокаде», что примечательно в толпе ни одного российского флага, только символика самопровозглашенной Луганской республики. Минск. Место встречи изменить нельзя. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе снова в белорусской столице. Прекращение огня, отвод тяжелого оружия, обмен пленными всех на всех и доставка гуманитарных грузов – это основные темы сегодня. Участники те же, что и в минувший раз – экс-президент Кучма, посол России Зурабов и от ОБСЕ Тольевини. Представители поменялись только у так называемых ЛНР и ДНР. Теперь это Пушилин и ДНР, они, кстати, приехали последними. Переговоры проходят за закрытыми дверями. До чего договорились, до сих пор неизвестно. И вот на что надеется украинская сторона в этих переговорах. Не причастен, не виновен, не воровал. Более полугода о нем ничего не было слышно, никаких публичных проявлений. И вот теперь Янукович, беглый экс-президент, дал интервью российской газете «Аргументы и факты». Снова говорил о Сергее Левочкине. Раньше Янукович обвинял его в организации Евромайдана. Теперь вдруг подозревает его в разгоне. Правда, доказательств, как сам признает, у него нет. А Турчинов танками и БТРами давил свой народ на Донбассе. Кроме этого, Янукович говорит, что его пытались убить, и хотели этого именно лидеры оппозиции. В очередной раз уверяет, что ни он, ни его сыновья не воровали, не отжимали миллиардных счетов за границей, не имеют. А Межигорий уже не вспоминает, как и об этих вот фурах, набитых деньгами, которые вы сейчас видите на своих экранах. Янукович как бы жив и как бы пытается оспорить пророчество афонских старцев о том, что он покинет этот мир в 2014 году. И вот мнение тех, кто видел опус беглого Януковича, это политики, политологи, журналисты. Посмотрите. Я не выключаю то, что это просто текст, который был подготовлен пропагандистами Кремля. Я еще не знаю, чи Янукович его подписывал. Да, его могло бы просто поставить до відома, сказать, вот такой текст и все. Потому что кто такой Янукович сейчас? Ну, это великим рахунком никто. Вытягли этот скелет из шафы. Почему именно сейчас? Это напередом встречи в Минске. Тоже используется пропагандистская риторика, вытягиваются эти нафталиновые персонажи. Выглядит все очень цинично, когда Янукович рассказывает, как он не хотел крови. Украинцы ничего нового, кроме маніпуляций, в этом интервью не почитали. Так же Запад и другие демократические страны, они, Януковича слова, не воспринимают вообще. Там есть определенные маніпуляции, которые раньше уже озвучивались. И единственное, там какие-то новые звинувачения, но на самом деле все понимают, что эти звинувачения притягнуты за ухо. Это команда Путіна. Мы можем только предупреждать или догадывать, кто безусловно. Янукович им движет, во-первых, обида, во-вторых, такое обостренное желание попасть в историю, причем обелить себя в историю и переложить вину, наверное, на других лиц. Он не чувствует своей вины, он абсолютно не ощущает, что именно он причастен к тем событиям. За него написали и вопросы, и ответы. Я даже уверен, что он его не читал в этом интервью. Последний год президент Януковича был всего лишь реченком Путіна. И не больше того. То есть своих думок он не ословливал слух. Только ему давали читать, он это читал. Было бы супер, если он повернулся. Я думаю, что он бы на кордоне встречал там певную количество, миллион и два людей. Я думаю, что он бы тяжело проходил от литока до таможенного контроля. Януковичу, да. Варто повернутися, и чтобы его следствия спросили, где он грошей делал. Это как раз очень помогло бы нашему бюджету. Я думаю, в контексте бюджетного процесса присутствие Януковича была бы очень полезной. И мы бы его могли спросить тогда, где эти десятки миллиардов, может, сто миллиардов долларов, вместе с бизнесом, который мы сейчас не можем найти, не найти, не враховать. С точки зрения того, где перебывается и где говорит Виктор Янукович, он не надто обласканным Кремлем. Даже сейчас Виктор Янукович не имеет права в России говорить с Москвы. Он четко там, как провинциальный политик, в бегах принимается, а поскольку он говорит с Ростова-на-Дону, я думаю, что в Украине его заявы принимаются с огромным скепсисом. Скорее всего, Путин хочет вернуть, если не Януковича, то, по крайней мере, его формат политики. Янукович говорит устами мирного Путина. Вот цена мира по Путину – это единое политическое пространство, но никаких реформ, никакого геополитического выбора. Это постоянная дестабилизация в середине страны. На сто процентов можно сказать, что это не сам Януковича вдавал, оно написано. И даже, ну, то есть и вопросы, и ответы, там, Янукович не имеет никакого отношения. Поскольку предыдущая тактика, она, в общем-то, провальная, мы можем уже об этом говорить, что стало понятно, что военный вариант захвата Украины, он невозможен. Поэтому тут можно сказать, кто кого в длинную переиграет. В продолжение этой темы наш коллега Соня Кошкина дописывает книгу, где восстанавливает мельчайшие детали обстоятельств разгона Евромайдана. Эта книга выйдет в феврале. На своей странице в Фейсбук Соня утверждает дословно то, что исполняет сегодня Виктор Янукович – ложь от первого до последнего слова. Клюев там был и был очень активно. Собственно, это его рук дело от начала до конца. У Сони всего два вопроса. Зачем и почему Янукович льет крокодилии слезы? И из чего ему понадобилось так топорно выгораживать Клюева? Напомню, что именно Андрей Клюев в тот момент возглавлял Совет Национальной Безопасности и Обороны. Именно его и его заместителя Севковича ищут по обвинению в разгоне Евромайдана. Российская пропаганда использует весь спектр самых грязных технологий. Откровенная ложь, нагнетание агрессии, разжигание вражды, открытие призыва к насилию – это выводы экспертов сайта «Телекритика». А еще там говорили о том продукте, который показывают украинские телеканалы. А вот кто, по мнению нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, разжигает в межнациональную вражду и почему пока так легко отделались, разбиралась Екатерина Лысенко. За трансляцию и обращение Путина с Минердепа теперь ждет проверка. Но ее инициирует не Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а сам телеканал, в основателях которого называют Нердепа фронтовика Николая Книжевского. Официально телеканал хочет аннулировать предупреждение, хотя в нацсовете уверяют – оно не безосновательно. Показывали более чем часовое обращение Путина к Федеральному собранию России и ретрансферировали его с запрещенного в Украине Russia Today. В промове, которая была в эфире телеканала «Эспрессо», были зафиксированы заклики, которые оборонены законодательством Украины. Заклики к повалению к изменению территориальной ценности, к несколько закликов, которые оборонены законодательством Украины. Вопрос достаточно интересный, потому что мы впервые столкнулись с тем, является ли прямая трансляция речи лидера другой государства, не объявленного террористом, но в то же время государство, которое де-факто находится в состоянии войны. Трансляция, например, лидера державы агрессора, или держава, которая действует в определенную мировую агрессию территории Украины, становится небезпекой для распаливания междунациональной, для провокации конфликтов и становится небезпекой для жизни и здоровья людей. Для телеканала Книжицкого это уже не первое предупреждение, а три уже основания лишить лицензии. Мы будем рассматривать заявление о снятии еще одного предупреждения компании «Экспресса» за то, что они не выполняли программную концепцию. За это время изменился собственник, за это время изменилась программная концепция. Сегодня решения нацсовета должны были рассматривать в Верховной Раде, в Комитете по вопросам свободы слова. Но вопрос отложили, инициировали однопарсийца Книжицкого. Это формальный конфликт, он может быть снят, достаточно мягко. Давайте мы все-таки с вопросом по сути рассмотрим уже на окремом заседании. А еще в Комитете решили выработать рекомендации, чтобы телеканалы наверняка знали, какие заявления транслировать, а какие нет. Тогда, говорят эксперты, киносовет сможет увереннее принимать решение. Я не транслировала просто с точки зрения того, что, как я говорю, должны быть нерукоподаваемые люди. Точно так же трансляцию я бы не организовывала. Но большие выдержки из его выступления с комментариями наших экспертов я бы давала. В принципе, дело не в самом канале, а в том, что нардеп Книжицкий, который, кстати, возглавил Комитет культуры и духовности, и не забыл приоттачить к нему игорный бизнес, сломя голову ищет кремлевских агентов, при этом оставаясь подручным КГБшника Севковича, которого обвиняют в разгоне Евромайдана. Заграничные счета Книжицкого, хоть и требовали журналисты ТВА от премьера, остались, так сказать, не иллюстрированными, как и он сам. Но это поправимо. Евгений Налысенко, Елена Механик и Евгений Каменецкий. Подробности в телеканал Интер. Рада в Комитет на доработку. Комитет обратно в Раду, но без доработки. Такой вот футбол, где вместо мяча законопроекты. После вчерашнего провального голосования в сессионном зале, сегодня в законопроект о расширении полномочий СНБО должны были внести правки. В Комитете по вопросам нас безопасности и обороны. Комитет позаседал, но ничего в итоге не изменил. Внефракционный нардеп Борислав Березов написал, что комитет под давлением фронтовика Сергея Пашинского отправил законопроект без единой поправки. А нардеп от блока Петра Порошенко Сергей Ильиченко пишет о том, что изменить законопроект требует 13 нардепов. Задача вывести из-под СНБО его секретаря новые антикоррупционные органы, а также лишить влияния секретаря в назначении силовиков. Депутаты уверяют, что это противоречит конституции, которая четко определила, что входит в состав полномочий СНБО, а что нет. И именно поэтому вчера в зале не поддержали этот документ. Какой вариант появится завтра, посмотрим. На газовом рынке нарастает грандиозный скандал, шокирующий данные аудиторского отчета и запросы премьеру, генпрокурору и главе фискальной инспекции. Удастся ли и в этот раз замолчать финансовые нарушения в газовом секторе? Подробнее Андрей Кравец. Если бы такая статья вышла в одной из стран ЕС, громкого скандала с отставками в правительстве было бы не избежать. Материал одного из влиятельнейших украинских интернет-СМИ повествует о грандиозных дырах в бюджете главной энергокомпании страны нефтегаз Украины. Со ссылкой на расчеты МВФ дыра оценивается минимум 100 миллиардов гривен. При этом значительная часть государственного газа исчезает в неизвестном направлении. В частности идет о 2 миллиардах кубометров газа в год добываемых госкомпании Укрнафта. Это пятая часть от необходимого для теплокоммунэнерго страны. Однако вопреки закону это топливо идет не на обогрев граждан, а продается по льготной цене одному из их предприятий, принадлежащих группе Приват. Об этой схеме свидетельствует письмо счетной палаты Украины главе парламента Владимиру Гройсману. Подсчитано, что государство только от этой схемы теряет порядка 700 миллионов долларов. Потом, чтобы восполнить этот недостаток, Украина покупает за валюту газу Газпрома по космическим ценам. Группа Приват в это время получает гигантские деньги. Известно, что в парламент поступил проект бюджета на следующий год компенсации нефтегазу предлагается дать в 2015 году 31 миллиард гривен. Это значит, что схемы сохранятся, раз бюджет снова будет платить десятки миллиардов. Никаких гарантий в том, что вот эти 30 миллиардов, которые фигурируют в нынешнем проекте бюджета на 15-й год, что это будет реальная цифра, таких гарантий нет. Она может быть и 130 миллиардов. Удастся ли замолчать эту информацию и в дальнейшем, ведь правительство декларирует иные подходы к экономике, нежели предыдущая власть. По крайней мере, известно, что секретарь профильного комитета парламента Виктория Войцыцкая направила 17 декабря депутатские запросы на имя премьера, генпрокурора, главы финанспекции о вопиющих фактах в управлении газовым рынком. Доведет ли до дела свое расследование, народный депутат узнать не удалось. В ее офисе сослались на крайнюю занятость Войцыцкой. Завтра принятие бюджета. Андрей Кровец, Константин Григорьев, подробности телеканал Интер. Израильская народная примета. Если известных политиков и крупных привлекают в полицию на допрос, значит на носу выборы. Почему израильская полиция сейчас так настойчиво интересуется выходцами из бывшего СССР? Подробнее Сергей Ауслендер из Иерусалима. С большой помпой полицейское начальство сегодня объявило о раскрытии крупнейшей коррупционной сети. Допрошены несколько десятков человек, среди которых мэры городов, главы местных советов, общественные и политические деятели. Под подозрение попала даже заместитель министра внутренних дел и депутат Кнессета Фаина Киршенбаум. Кстати, уроженка Львова. Все эти люди так или иначе имели отношение к партии Наш Дом Израиль. Это крупное политическое объединение, ориентированное в основном на русскоязычных репатриантов. Возглавляет партию министр иностранных дел Авикдор Либерман. НДИ имела неплохие шансы на успех на будущих выборах. И тут вдруг как раз приключился коррупционный скандал. Полиция говорит о том, что есть 15 эпизодов дела. Почему-то именно прямо перед выборами они вдруг решили это дело вынести на суд публикой. Общественность задалась тем же вопросом, и полицейские объяснили, что расследование велось давно с помощью внедренных агентов, а публикация всех этих данных накануне выборов просто совпадение. Расследование ведет специальный отдел полиции Лохав 433, который специализируется как раз вот на подобного рода делах. По мнению следователей, коррупционная схема была такая. Деньги из бюджета переводили местным советам и разным общественным организациям в обмен на услуги и назначения нужных людей. Подобного рода правонарушения могут трактоваться как взятки, и соответственно наказания очень суровые. Можно вспомнить совершенно недавно наказание, которое суд присудил Эуду Ольмерту, бывшему премьер-министру. Это 6 лет лишения свободы. Ни полиция, ни представители партии Наш Дом Израиль особо эту ситуацию не комментируют. Единственная пресс-служба НДИ распространила пресс-релиз, в котором черным по белому написано, я сейчас процитирую, как это происходит всякий раз во время предвыборной кампании с момента основания НДИ в 99-м году, полиция не может отказать себе в задержаниях и громких расследованиях против руководства партии. В ответ полицейские чиновники намекнули, что история как раз не закончена и будут аресты. До выборов, я напомню, осталось меньше трех месяцев. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Десять дней среди боевиков. Как выглядит изнанка самой опасной террористической организации в мире? Как немецкий журналист туда пробрался и что оттуда вынес? Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Юрген Тоденхофер, немецкий журналист и публицист, в профессии уже много лет, но эту командировку называет самой опасной за всю свою карьеру. Он пишет книгу об ИГИЛ и решил на свой страх и риск собрать материал на месте. Юрген вышел на связь с боевиками, долго с ними переписывался и, получив гарантии безопасности, отправился в Сирию и Ирак. На территориях, контролируемых экстремистами, он провел 10 дней. Своими впечатлениями поделился в социальных сетях. Вот его выводы. Тоденхофер считает, Запад недооценивает ИГИЛ. Это организация одна из самых сильных и опасных в мире. Не сравнить даже с Аль-Каидой. В ее рядах настоящие фанатики. С каждым днем их все больше. Журналист побывал в лагере приема добровольцев и собственными глазами видел, каждый день туда прибывают минимум 50 человек. Из США, Германии, Швеции, России и других стран мира. Цель ИГИЛ, по словам журналиста, завоевать мир и провести масштабнейшую религиозную чистку в истории человечества. ИГИЛ это расплата за войну в Ираке, которую начал Джордж Гуф-младший, пишет Тоденхофер. И теперь Западу вряд ли под силу остановить боевиков. Сделать это могут только умеренные сунниты. Они такие же мусульмане, но большие враги мусульман-шиитов из ИГИЛ, чем кто-либо в мире. Тоденхофер не верит в возможность атаки ИГИЛ в Европе в ближайшее время. Считает, что страхи слишком преувеличены. Но это в ближайшее время. О перспективе ни слова. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Веерные отключения. О них будем говорить чуть позже. Во второй части. Сколько часов в Кировоградской, Николаевской и Черновицкой областях люди вынуждены сидеть без света? Будут прямые включения из этих городов. Оставайтесь с нами. Кого российская пропаганда назначила виновником крушения малазийского Боинга на Донбассе и падения рубля? А кого нашли голландцы? Подробнее Данил Русаков из Москвы. Депутат Госдумы России Федора все-таки нашел виновных в обвале курса рубля. Глава национал освободительного движения, который и день, и ночь позором клеймит Америку убежден. Зло на фондовый рынок наслала Украина. А вот источник всех проблем собственной персоны. Роман Сульжик, управляющий директор Московской биржи. По утверждениям Госдумца с двумя паспортами. Конечно же вражескими. Один украинский, другой американский. Теперь Федоров собирается писать в Следственный комитет. Просит возбудить уголовное дело и отправить финансиста под стражу. А потом, разумеется, по этапу подальше. Впрочем, Федоров прославился не только громкими речами. Вот российские оппозиционеры на пикете в поддержку Украины. А вот, как говорят митингующие, активисты национал освободительного движения пришли с ними поговорить. Тем временем в Следственном комитете расследуют другое, чрезвычайно важное для Родины дело. Случай с малазийским Боингом на Донбассе. По словам официального представителя Маркина, некий украинский дезертир под псевдонимом поведал, что пассажирский лайнер сбил пилот Волошин. Он якобы в тот день управлял военным самолетом Су-25. А вот журналисты голландского телеканала РТЛ наоборот нашли доказательства обратного. Они считают, что Боинг был сбит именно российским буком. Вот эти фотографии. На них вероятная траектория полета ракеты. Есть и свидетельства очевидцев, но их фотографии пока не публикуют. И соображений безопасности. Похищенный несколько лет назад из Киева российский оппозиционер Леонид Развожаев перед приговором сказал, Труды Следственного комитета это настоящая билетристика. К реальности не имеют никакого отношения. Вероятно, нечто подобное получилось и сейчас. Советник главы СБУ Лубкиевский уже сообщил, в день крушения воздушного судна капитан Волошин в небо не поднимался. Его самолет тогда вообще был на ремонте. Да и украинские ВВС там не работали в этот день в этом районе. Будет абсолютно неудивительно, если завтра пропагандистские рупоры заявят, что именно капитан Волошин распял того самого мальчика в Славянске. Вполне ведь вероятно и такое. Данил Русаков, Олег Неведомский, Сергей Ведмить. Московское бюро, телеканал Интер. Америка. Стало известно имя той, кого уже прозвали королевой пыток в секретных тюрьмах КТРУ. Кто она, в каком фильме ее видели? Подробнее Дмитрий Еловский из Вашингтона. Имя человека, который убеждал начальство спецслужб продолжать использовать пытки, могло бы навечно остаться тайной. Но факты стали публичными благодаря Эдварду Сноудену, бывшему сотруднику АНБ и ЦРУ, который слил тонны информации журналистам. И теперь она плавно публикуется, например, на сайте Интерсепт. Итак, Альфреда Быковски. Именно она сыграла первую скрипку в концерте по одурачиванию Сената, когда тот пытался узнать правду о методах ЦРУ. Также Быковски вменяют непосредственное участие в программе самих пыток. Ну, в докладе о способах ведения допросов спецслужбами, который недавно здесь наделал очень много шуму, она фигурирует анонимно под псевдонимом Эксперт. После террористических атак на башне Близнецы, напомню, Америка объявила войну исламским радикалам. И с 2002 года Быковский гнула свою линию, доказывая, что пытать заключенных – это очень эффективно. Именно поэтому пресса уже окрестила ее королевой пыток. Поговаривать ее образ уже спели растиражировать кинематографисты, например, в фильме «Цель номер один». Там, правда, есть и положительный момент. Киношная Быковский определила место нахождения самого Усамы Бен Ладена. Был ли это в реальности? Скорее всего, да. Она ведь была одним из ключевых членов команды, которая выследовала Бен Ладена. Здесь еще один факт из трудовой биографии Быковски. Она уже была фигурантом громкого внутреннего расследования в начале нулевых. Она тогда не передала информацию ФБР о двух террористах, которые приехали в Америку. Возможно, ради того, чтобы не спугнуть более крупную рыбу. Этот факт, надо сказать, на карьере сырушницы никак не отразился. За королеву пыток уже вступаются многочисленные топовые чиновники спецслужб. Но после того, как ее имя обнародовали, на Быковске может быть объявлена настоящая охота. Родственники жертв, замученных за стенках секретных тюрем, прощать не готовы. Да и вряд ли умеют. И, судя по всему, в череде громких изоблачений это далеко не последнее имя. Митрий Иловский, Юрий Романев. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Испытания на реформы, на честность, на прозрачность. Пламенные речи избирательно глухих. О ком не хотят слышать? Ни Министерство финансов, ни Министерство юстиции. Вообще правительство не слышит. Куда ушли миллиарды со счетов в госучреждениях? Привлекут ли к ответственности чиновников-миллионеров, обслуживающих семью Януковича? Подробнее. Алексей Пшумысский. Миллиарды улетевшие из бюджета. Тысячи квартир, которые так и не увидели украинцы. Вместо того, чтобы выдавать людям дешевые кредиты, государственное ипотечное учреждение еще с 2009 года стало пылесосом по выкачиванию денег для семьи. Пока на камеры валежно бросали ключи единицам счастливчиков, в Астрии на деньги украинцев строили виллы. Насчитать ГИО более 5 миллиардов гривен. Это могли бы быть 20 тысяч квартир. Но учреждение выдает не более нескольких сотен кредитов в год. Где же остальные деньги? В каких банках или в каком банке? Вполне возможно, что их используют просто как депозит в определенном банке. При этом заниженная процентная ставка возможна по этому депозиту. А разница делится коррумпированными чиновниками между собой. Это нужно проверять, где находятся эти деньги, на каких условиях они там находятся. Вообще, самый главный вопрос, а почему они там находятся? Потому что если ГИО не использует деньги по прямому назначению, то есть не выдает их в ипотеку, оно должно вернуть эти деньги в бюджет. А нынешние руководители ГИО Андрей Камус и его зам Юрий Зот пришли туда еще при Януковиче и Азарове. Именно тогда учреждение вместо выдачи кредитов стало активно скупать облигации. Больше всего денег получил Брокбизнесбанк, беглого младомиллиардера Курченко. Теперь уже банкрот. Я думаю, что это в банках колишней семьи, швидше за все. Чиновник принимает решение, кому дать кредит с соответствующей компенсацией, а кому не дать, это перетворится на кредиты только для своих, для обранных. Они из своих кресел рулят денежными потоками ГИО, не иллюстрированы. В прессе Андрея Камуса и Юрия Зотца называют мультимиллионерами. Якобы каждый владеет несколькими квартирами в центре Киева стоимостью миллионы долларов. А вот глава Камус у своего автокласса люкс, ценой свыше 100 тысяч евро. Мы попытались проверить всю эту информацию у самих руководителей потечного учреждения. Отправили запрос, но в пресс-службе вообще отказались что-либо комментировать. Снова назвал это провокацией. Там прямая работа для прокуратуры. Нужно пускать под нож и под закрытие. То есть если не удастся реформировать в сжатые сроки, то лучше закрыть. В ответ на наш запрос в Минфине лишь сказали, Заниматься коррупцией не их дело, а как же реформы, а как же миллионы украинцев, у которых забирают субвыплаты, которые сидят без света, которым вообще ничего не светит. А Гилу кормят. Где реформы, где иллюстрация. Подельники семьи Януковича до сих пор руководят учреждением, через которое улетели миллиарды. И на это закрывают глаза в департаменте иллюстрации при Минюсте. И правительство, кстати, не ухом. Но результаты расследования прокуратуры увидеть явно придется. И не исключено, что тогда закрыть смогут не только ГИУ, но и тех, кто закрывает на это глаза. И все это мы покажем. Алексей Пшимыский, Валентин Белич. Подробности в телеканал Интер. Реформы, реформы, еще раз реформы. И как можно быстрее президент провел первое заседание надсовета реформ с участием премьера, членов правительства, спикера парламента и секретаря СНБО. И вот что сказал глава государства. И я уверен, что мы пока что, на жаль, покрывать этот дефицит за счет критичного импорта. В том числе и за кордоном. Декольки сюрпризов я вам еще обещаю. Ну а о сюрпризах, пока правительство раскачивается на реформах и ищет источники электроэнергии и уголь, премьер просит министра энергетики успокоиться, а пока все надежды возлагают на теплую погоду. Те, что сейчас нас рятует, это температура. Если температурные режимы пойдут вниз, то это означает, что споживание сразу вугилья сблищится. И виллы и отключения будут массованы. Где донбасского угля под завязку, некуда девать и можно вполне без проблем. Ни у кого не покупая загружать имитец, наши журналисты уже знают, они на месте и завтра расскажут нам. Ну и о веренных отключениях сегодня Николаевская, Черновицкая и Кировоградская области. Насколько там светло, темно, узнаем у моих коллег. Начнем с Николаева. Там находится Кирилл Ющишин, он с нами на связи. Кирилл, что у вас в области происходит, расскажи. Наталья, этим утром мы поехали в поселок Доманевка. Он находится в 30-ти километровой зоне от Южноукраинской атомной станции. На акцию протеста здесь собрались жители нескольких окрестных сел. Причина – свет в их домах нету по 8 часов к ряду. И так уже последние несколько недель. Кроме того, жалуется местная. Вот уже два месяца, как энергетики начали устанавливать новые счетчики. Они автоматически отрезают электроснабжение, если в доме одновременно включить приборы с общим потреблением более 2 киловатт. Прийдеть с работы не можно. Ни помыться, ни побриться, взагалі ничего. Я включил лавочку. Все включается. 800, только 77 копа, все. Энергетики говорят, люди сами виноваты. Нужно было смотреть, что подписывали. Именно в новых договорах Соболэнерго указана мощность на один дом – 2 киловатта. Если будет каждый включать понад дозволенную мощность, сами подстанции, они просто будут выходить из ладу. Впрочем, потребляемую мощность на один дом все же можно увеличить. Для этого необходимо перезаключить договор Соболэнерго и перепрограммировать чудо-счетчик. Цена вопроса, установленная энергетиками – 900 гривен за каждый добавленный киловатт. Люди платить не готовы и обещают энергетикам более радикальные акции. Свет отключает по всей области, да и в самом Николаеве. График отключения есть на сайте Облэнерго, но он составлен так, что обычному обывателю там вряд ли разобраться. И опубликовали его только в интернете. А значит, пенсионеры, которые не пользуются компьютером, так и останутся темными. Наталья? Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющичин из Николаева. О ситуации на Буковине узнаем у Ольги Паломарюк. Она с нами на связи. Оля, какие последствия отключения у вас? Наташа, у нас в области из-за внезапных отключений электричества очистились аварии на дорогах. Светофоры гаснут. У спасателей прибавилась работа. В поселке Михайловича свет выключает хаотично два-три раза на день. Из-за перебоя страдают дети. Местным детсадом малыши остаются без горячей еды. Это еще цветочки отчитываются в обл.энерго. Как только на улице похолодает, свет и вовсе может пропасть. Взагалі потужностей не будет, якщо будет резкое похолодание. Тогда будут вводиться автоматические отключения и прогнозировать. Это очень-очень важно. Потому что тут будет работать автоматика. Электрическая энергия будет вымекаться хаотично. Вот только люди безропотно терпеть не готовы. Грозятся перекрыть трассу. Никто нам никакого графика не давал. Ничего нет. Когда хотят, включили. Когда хотят, выключили. Ни до кого не надо обратиться. Значит, у нас, 2400 жителей села, будем принимать свои экстренные меры. Какие? Какие? Ну, то есть, мы напишем в министерство скрізь. Выключим телебачення Украины. И будем работать такие меры, яких они наведно чекают. В обл.энерго нас заверили. Уже составили графики отключений по каждому райцентру. Их разместят на официальном сайте предприятия. Но жители отдаленных сел, где нет интернета, а зачастую и телефонные связи, вряд ли об этом узнают. К тому же, если и света не будет. Наташа? Спасибо, Оля. И к чему привело, уже привело отключение света в Кировоградской области, расскажет Елена Брынза. Наташа, жители города Долинская сегодня даже вышли на митинг. Их не устраивает, что микрорайон немецкий отключают по 4 раза в сутки. Пятиэтажные дома погружаются и в темноту, и в холод. В тот час, когда отключают электроэнергию, тепло у нас також пропадает. У нас маленькая дитина. За 2 часа квартира абсолютно холодная. Возмущены митингующие тем, что они сидят без света, а соседние микрорайоны сияют огнями. Буквально 2 дня назад из-за отключения электроэнергии в одну из квартир возник пожар. Загорелся электрочайник. Жильцы сетуют, недавно сделали ремонт. Если бы я на час позже пришел, то тут мне было бы требовалось всю квартиру выносить. А так тебе бы на кухне выгорело. Воблэнерго объясняет, соседние микрорайоны не отключают, потому что там школы, садики и водонапорные пункты. Местных жителей такое объяснение не устраивает. Они пишут письма руководству Кировограду Воблэнерго и в мэрию. Надеются, что их услышат и ждут хоть какой-нибудь реакции. Студия. Спасибо, Лена. Вот такая вот ситуация в Кировоградской области с отключением электричества. И следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. Информация там постоянно обновляется. В прямом эфире мы увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и доброй ночи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова